Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. День скорби, пока Европа чтит память погибших в лондонском теракте, Дональд Трамп открыто критикует мэра Лондона. Пожар под Киевом, что стало причиной масштабного возгорания складских помещений. Осторожно копы, сразу двое полицейских задержаны за вождение в нетрезвом виде. Радикальная группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне. Имена троих террористов полиции известны, но их пока не разглашают. Город приходит в себя после атаки, которая унесла семь жизней. На месте событий находится наш Сапкор Оксана Кундеренко. Она расскажет все подробности. Оцепление не снимают до сих пор, но постепенно район Лондон-Бридж и Боро-Маркет возвращается к нормальной обыденной жизни. Мост, где фургон таранил прохожих, открыли для пешеходов и машин. А сотрудников соседних офисов постепенно стали пускать на работу за линию заграждения. Открываются соседние станции метро, кафе и рестораны. Рядом вырастают горы цветов и записок в память о погибших. Появляется все больше истории о героизме простых прохожих, которые отбивались от нападавших. Лондонцы также впускали людей к себе в пекарни, магазины и потом закрывали двери, чтобы преступники не ворвались внутрь. Увы, четверо полицейских получили ранения, двое в больницах в тяжелом состоянии. Один из них был не на службе, без формы и снаряжения, но вступился за граждан и получил ножевые ранения. Имена погибших только начинают называть. Среди жертв, кроме британцев, есть граждане Канады и Франции. Раненые австралийцы, новозеландцы, испанцы. 18 человек до сих пор в критическом состоянии. Даниэль едва успел выйти из паба. К огнему подбежал человек с ножом, посмотрел в лицо и закричал, это за мою семью, это за ислам. И нанес несколько ударов. Только чудом мой сын выжил. Тем временем на востоке Лондона, где жили подозреваемые новые рейды и аресты, обыскали дом одного из террористов. Оказывается, парень был известен полицией и даже засветился в документальном фильме «Джихадист за углом», когда с флагом ИГИЛ читал в парке проповедь. Его выгнали из местной мечети и доложили в органы по борьбе с терроризмом. Без ответа. Я помню, как он всегда говорил об исламе, а потом однажды подошел к детям на футбольной площадке и тоже завел этот разговор. Поучал, что вы должны быть спасены. Спасены от этого мира. Трое нападавших готовили атаку посредством соцсетей. И теперь после очередного заседания комитета КОБРА, правительство просит крупные IT-корпорации содействовать в борьбе с терроризмом. Если мы будем сотрудничать со всеми правительствами мира и регулировать киберпространство, то сможем избежать распространения экстремизма и не позволим террористам готовить нападения онлайн. Тема безопасности уступила Брекзиту и стала центральной во время предвыборной кампании. В четверг королевстве пройдут парламентские выборы. Оппозиция уже сейчас требует отставки Мэй, так как она во время пребывания на посту министра внутренних дел существенно сократила штат полиции. Я так сильно вас люблю, что вся любовь, которая здесь сейчас, сделает мир безопасным. Нам это нужно. А это уже Манчестер, где вчера певица Ариана Гранда и другие звезды дали огромный благотворительный концерт. Десятки тысяч людей купили билеты, вся выручка от которых предназначена жертва манчестерской атаки. В горе страна сумела объединиться и выстоять после серии терактов. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. И сейчас, Оксана, на прямой связи из Лондона. Оксана, здравствуй еще раз. Где ты сейчас находишься? Что происходит на улице? Добрый вечер, Наташа. Мы сейчас находимся неподалеку от места происшествия в центре города, где в эти минуты горожане собрались на памятную панихиду. Ее созвал мэр города Садик Хан в соцсетях. И откликнулись тысячи людей с цветами, воздушными шарами, плакатами. Целыми семьями они пришли почтить память тех, кто лишился жизни, помолиться о тех, кто в больницах борется за жизнь. Показательно, что народ не боится массовых мероприятий, несмотря на высокий уровень террористической угрозы. Стоит отметить и массовое присутствие стражей порядка. Действия этих трех мужчин были трусливыми и были настоящим злом. Я в гневе, что эти трое прикрывались религией, оправдывая свои действия. Их идеология извращенная и отвратительная. Это не ислам. И еще я осуждаю их, потому что они пытались распространять свои взгляды и вербовали людей. Мэр Лондона, религиозные лидеры, представители общин неоднократно сегодня заявляли о том, что Британия гордится своей солидарностью. Многие иностранцы, которые оказались на месте трагедии, действовали как настоящие герои. Румынский пекарь, официантки из Польши, местные таксисты. Эти люди предпочли остаться, чтобы помочь раненым. Они бросали стулья в нападавших, уводили напуганных туристов в безопасное место. Вместо того, чтобы ужаснуть и разделить Лондон, террористы добились противоположного. Сплотили этот мегаполис. Студия. Спасибо большое, Оксана. Оксана Кундеренко была с нами на связи из Лондона. Минуты молчания по всему миру, подсвеченные в цвета британского флага здания, приспущенные флаги, Европа скорбит по погибшим в лондонском теракте, а европейские политики солидарно реагируют на критику американского президента Дональда Трампа в адрес мэра Лондона. О чем речь, подробнее расспросим у нашего европейского корреспондента Елены Абрамовича. Лена, здравствуй. Так что такого сказал Трамп, расскажи. Наталья, у здания Еврокомиссии второй день подряд поспущены флаги еще с утра воскресенья. В Берлине в цвета британского флага в знак поддержки посвятили вечером Бранденбургские ворота. А в ночь на понедельник погасили подсветку Эйфелевой башни в знак памяти о погибших. Словами соболезнования начинаются международные встречи, например, министров иностранных дел Франции и Туниса. Я соболезную и позже приеду лично в Лондон, чтобы выразить солидарность с британским народом и руководством страны. Сочувствую также французским семьям, которые опечалены этим трагическим нападением. Мы хотели бы выразить наши соболезнования и заявить о солидарности тунисского правительства не только с Великобританией, но и с Францией, поскольку в лондонской атаке есть и французские жертвы. Минут молчания прошли во многих городах. В Испании в полдень почтить память жертв вышли премьер и депутаты парламента. А британский принц Гарри, который сегодня в Сингапуре, играет в поло, запросил минуту молчания перед матчем. Отреагировали и в далекой Австралии. Премьер-министр страны высказал соболезнования и назвал террористов трусами. Эти преступники это террористы, трусы. Нет ничего героического в том, что они сделали. Так поступают сумасшедшие трусливые преступники. А вот из США прилетела критика. Американский президент традиционно через твиттер осудил мэра Лондона. Дональд Трамп отреагировал на объявление Садикахана, что количество полиции на улицах города увеличат. Поэтому жителям и туристам нет оснований беспокоиться. По меньшей мере 7 погибших и 48 раненых в результате теракта. А мэр Лондона заявляет, что нет оснований беспокоиться. Такая неполиткорректность удивила европейцев. Вслед за взвешенными словами поддержки и сочувствия британцам. От топ-лидеров ЕС, немецкого канцлера Ангелы Меркель, французского президента Эммунайля Макрона, президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Появилась и критика в сторону Трампа. Советник в Еврокомиссии Симон Аконнер написал, представьте, что премьер Лондона раскритиковал бы мэра Нью-Йорка после теракта 11 сентября. А экс-посол Великобритании в США Кристофер Мэйер не подбирал слов. Написал, цитирую, позвольте быть дипломатичным, меня тошнит от Трампа. Коллега. Спасибо, Лена. Елена Абрамович, о реакции Европы на теракт в Лондоне. В Украине вспышка смертельно опасного заболевания, от которого сегодня в больницах нет лекарств. Только за последние 10 дней батулизмом заболели 7 человек, один из них скончался. Чем объясняют отсутствие сыворотки в Минздраве, разбирались наши корреспонденты. Сегодня утром в Херсоне с симптомами батулизма госпитализирован 47-летний мужчина, который приобрел копченую рыбу в одном из магазинов. А в Сумах в тяжелом состоянии доставлен в больницу фельдшер экстренной медицины, тоже с подозрением на батулизм. Как сообщил на своей страничке в Фейсбуке врач-инфекционист Андрей Сницарь, состояние мужчины крайне тяжелое. Перспектив выжить мало, особенно если учитывать, что сыворотка от батулизма в Украине отсутствует. Затем в комментариях врач уточнил, что вакцину для пациента все же удалось достать. Сыворотки от такого опасного заболевания, как батулизм, в Украине нет вот уже три года. Как объяснили в Минздраве, действие сертификата о госрегистрации препарата российского производства закончилось в 2014 году. Нового поставщика ищут уже третий год. И вот сейчас, по заверениям чиновников, идет процесс регистрации препаратов и вакцин французского производства. Между тем, только за последнюю неделю в Киеве было зафиксировано три случая заболевания батулизмом. Один человек умер. А 3 июня в тяжелом состоянии попали в больницу отец и сын, жители Винницкой области. Все заболевшие купили и съели вяленую рыбу, произведенную на частном предприятии в Светловодске, Кировоградской области. Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение санитарных правил». Яд из крана. В Черкасской области уже более 10 лет в дома подается неочищенная вода. Почему скрываются результаты анализов, на кого пеняют чиновники и чем это чревато для местных жителей, разбирался Станислав Кухарчук. Семья Владимира уже не первый год пользуется бытовыми угольными фильтрами. Стационарные очистители на кран поставить невозможно. Они быстро загрязняются и забиваются известковым налетом. Да и эти угольные менять приходится каждый месяц. Это угольный фильтр, он забрудняется, но меньше же стоит 60 гривен. Местную воду не выдерживают даже коммуникационные системы, уверяет сантехник Виталий. Он показывает кусок водопроводной трубы, которую накануне вырезал на порыве в этой пятиэтажке. Внутри земля в перемешку с глиной и мулом. Капитальный ремонт городского водопровода не проводили с 60-х годов. Время от времени коммунальщики только латают трубы. Вот из этого колодца воду подают на целый микрорайон. Еще неделю назад здесь не было ни забора, ни люков, а сам резервуар был закрыт лишь деревянным поддоном. Рабочие признаются, в насосы никогда не ставили даже элементарных фильтров. Подобная ситуация с очисткой воды и на трех остальных водозаборах. О состоянии воды во всех колодцах хорошо знают в местном отделении Черкасского лабораторного центра. В конце апреля эпидемиологи провели анализ воды из центрального водопровода. Результаты ужасают. Превышение солей в полтора раза, а нитрата вдвое больше нормы. Всю воду можно использовать только для технических потреб. Потому что высокая количество нитратов у детей выникает медгемоглобинемии. Местным жителям, правда, эти результаты не обнародовали. Ни коммунальщики, ни местной власти. Первый заммэра, который, к слову, уже 7 лет подряд бессменно отвечает за коммунальную сферу, не смог ответить, почему горожанам подают воду без предварительной очистки. Он лишь упрекает директора коммунального предприятия, уволенного несколько недель назад. Ну, я же не могу людину заставить и с рахунку прораховать гроши и придбать фильтр. Так само, как и говорилось про станции очистки воды на центральном водогоне. Он же ваш безпосередний медведь. Я понимаю, что безпосередний. Ну, значит, как вам правильно сказать? Вказовки я давал, а они не выполнялись. Пока же чиновники перекладывают проблемы с очисткой воды друг на друга, жителям городища приходится пить воду с нитратами. Альтернативы попросту нет. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Пожар под Киевом. Сегодня днём в Броварах горели склады с древесиной. Александр Васильченко находится на месте происшествия. Он сейчас с нами на связи. Саша, здравствуй. Расскажи, что происходит. Добрый вечер, Наталья. Пожар уже локализован и практически ликвидирован. Спасатели начали разбирать завалившийся ангар. Общая площадь, которую охватил огонь, полторы тысячи квадратных метров. Возгорание на территории бывшей оптовой базы произошло примерно в половине второго. По первоначальной версии, воспламенение случилось на базе горючих материалов. Сюда оперативно отправили 40 спасателей из пожарных частей Киева, Броваров и Борисполя. В тушении задействовали 10 пожарных машин. Уже позже информация о пожаре на базе горючих материалов не подтвердилась. Как сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям, пожар вспыхнул в помещении пилорамы. Днём был сильный ветер, который способствовал быстрому распространению огня. Пожар же выникла в арендованных складах на территории предприятия. На момент прибытия горела пилорама и полностью склад с расчинниками. Так вот чисто пожара распространялась на ангар с мягкими игрушками. Загальна площадь спала 1500 метров квадратных. По информации спасателей, жертв и раненых в результате пожара нет. Быстро потушить удалось огонь спасателям в ангаре с мягкими игрушками. Затем в складе, где находились растворители и уже потом в самой пилораме. Дольше всего пожарные боролись с огнём, который хватил ангар с обработанной древесиной. Это помещение огнём было уничтожено полностью. Температура горения была такой, что металлические конструкции раскалились до бела. Огонь от ангаром поднимался в высоту на 10-15 метров. О причинах возгорания спасатели пока не говорят. Уточняют, будет известно после проведения расследования. Помещение, в котором произошёл пожар, находится в аренде. Следственно, оперативная группа уже просила следователей, уже просила свидетелей. И сейчас выясняют, собственно, кто владелец и арендатор складов. Мне на камеру в полиции сообщили, вероятно, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Но общую картину случившегося комментировать отказались. Такая информация на эту минуту. Продолжаем следить за развитием событий. Наталья. Спасибо, Саша. Александр Васильченко о сегодняшнем пожаре в Броварах. Хочешь заработать, плати. В Днепропетровской области на взятки задержали начальника одного из райотделов полиции. Подполковника, между прочим. Полицейский систематически требовал от местного бизнесмена деньги за возможность беспрепятственно заниматься грузовыми перевозками. В случае отказа под надуманными предлогами он блокировал выезд автотранспорта предпринимателя из базы. Каждый день бизнесмен вынужден был платить дань. Её размер зависел от количества грузовиков, которые перевозили стройматериалы. При получении 3000 гривен начальника райотдела задержали прямо в служебном кабинете. Подполковнику-коррупционеру теперь грозит до трёх лет лишения свободы. А в Сумской области копы развлекаются пьяной ездой. Двух руководителей полиции задержались за нетрезвое вождение. Как сообщила пресс-служба областной полиции, накануне патрульные и служба внутренней безопасности проводили совместный рейд, во время которого остановили два автомобиля. За рулём первого был руководитель местного отделения полиции, а во втором начальник сектора. И оба с явными признаками алкогольного опьянения. В полиции провели оперативное служебное расследование и уже готовят документы на их увольнение. Министр юстиции Павел Петренко намерен закрыть центры бесплатной правовой помощи, которые существуют в Украине с 2012 года и уже доказали свою эффективность. Об этом в своём блоге пишет глава Совета лаборатории законодательных инициатив Светлана Матвиенко. И это не единственная претензия юристов к главе профильного ведомства. Конкурс на должность главы Координационного центра бесплатной правовой помощи проведён непрозрачно и необъективно. Поэтому его результаты нужно отменить и избрать нового директора. С таким заявлением обратились к министру юстиции Павлу Петренко, Ассоциации юристов Украины. Большинство членов конкурсной комиссии – сотрудники Минюста, у которых конфликт интересов по поводу одного из кандидатов. Цитирую тех заявлений. Минюст задействовал админресурс во время проведения конкурса, говорится в другом заявлении. Открытой общественной платформы развития системы безоплатной правовой помощи. В частности, ведомство, цитирую, создало условия в пользу кандидата, который во время конкурса занимал должность замминистра. Это при том напоминает активисты, что провести этот отбор Петренко согласился только под давлением двух десятков общественных правозащитных организаций. Юристы ожидают от министра объяснений по поводу причин такого проведения конкурса и задают вопрос о политической ответственности персонально министра и его первого зама, главы комиссии Натальи Севастьяновой. В действиях Минюста в отношении системы безоплатной правовой помощи, в которой задействованы более двух тысяч юристов, правозащитники усмотрели угрозу для его будущего. Так глава Совета лаборатории законодательных инициатив Светлана Матвиенко в своем блоге приводит пример. Мол, сотрудники центров бесплатной юрпомощи, которых в Украине более полутысячи, пожаловались, что Минюст потребовал от них предоставить списки на видеоконференцию, запланированную на 6 июня, куда приглашены все главы центров и руководителей бюро. Получается, во вторник ведомство хочет полностью установить их работу, ведь в это время сотрудники принимают людей, а также должны присутствовать на судебных заседаниях. К тому же, уверена Матвиенко, такое указание незаконно, поскольку центры и бюро не подчинены министерству, и это можно расценивать как прямое незаконное политическое вмешательство, в работу системы. Напомню, с именем главы Минюста уже связаны несколько скандалов. Так, Национальный антикоррупционный портал недавно опубликовал материал о том, что в конце 2015 года, во время захвата Житомирской кондитерской фабрики, за которым, по данным СМИ, стоял еще один коллега Петренко по фракции, нардеп Сергей Пашинский, Минюст исключил предприятие из Единого госреестра и назначил нового директора. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего директора библиотеки украинской литературы к четырем годам условно. Уголовное преследование Натальи Шириной началось в конце 2015 года. После обысков по месту ее работы, якобы, были найдены признанные в России экстремистскими книги Дмитрия Корчинского. По словам коллег Шарина, эту литературу им подкинули следователи. Суд к доводам защиты не прислушался, но адвокаты планируют в ближайшее время подать апелляцию. Приговор вообще не соответствует действительности. И мне очень жаль, что все то, что было здесь на протяжении 7 месяцев, собственно говоря, ни одного довода нашего не было учтено, это первое. Но в то же время ни единого свидетельства, ни по одной статье никто в судебном разбирательстве не дал. После суток относительного затишья на Востоке опять горячо. Боевики открывали огонь по украинским военным более 60 раз. Трое военнослужащих получили ранения. Наиболее напряженная ситуация на Мариупольском направлении. Там под огонь боевиков опять попала многострадальная Красногоровка. Мины боевиков ударили по Красногоровке ночью и сразу по нескольким улицам. Осколки и взрывы повредили два дома. Вот этот страдает уже не первый раз. В 23-м боевом с вами прилет был. 82-я. Это вы уже восстановили, да? То есть это вывалило, получается? Да, это все вывалило. Вот вместо этого 82-я. Окна это тоже от этого повылетало? То 25-го. А это уже передовые позиции под Старогнатовкой. В посадках напротив окупы противника. На дороге напротив можно разглядеть темное пятно грузовика. Он пытался подвезти боеприпасы, но был подбит. Бойцы рассказывают, последние несколько дней тут постоянно летают беспилотники. Первая посадка внизу, они нас плохо видят, старшие посадки. А мы их отлично видим. Я три дня уже на посту стою, то три дня я наблюдаю. Одно время постоянно летят два-три штучки, полетать два часа по-любому. А вы их так как сбиваете, не сбиваете? Ну, его сбить очень сложно автоматом, очень сложно. Налякали трассе рано. Он полетел дальше. На днях к этим позициям под покровом темноты пыталась подойти разведдиверсионная группа. Но ее вовремя заметили. И, скоординировавшись со смежными подразделениями, накрыли перекрестным огнем. Подходили на метров пятьсот. Был замечен их тепловизор. После того, мы связались с соседями. Отработали. Осматривают наши вогневые позиции, где что находится. Чи есть, чи дежурят, чи не дежурят. Чи их заметят, чи не заметят их работу. Артем на Донбассе с 2014 года вспоминает, как тогда его с группой отправили забрать из серой зоны погибших украинских военных. Но оказалось, что там уже находится противник. Бойцы наткнулись на такую же группу. Тех, правда, было в разы больше. Артем просто пошел к противнику договориться об эвакуации падших. Вочувствия какие-то, чтобы было, ну, незрозумимо. Неопределенность, наверное, это самое хуже, что есть в жизни. Я просто стою и уже, ну, чекать, чего чекать. До своих, как ни крути, метрів 500-600 за спиной, а они вот тут, вот рядом, я вот перед ним. Ну, але все-таки решення, то есть, приняли їхні командования і дали добро. Під'їхала наша машина, розділась, ну, то есть, футболки, штаны, такая, все. То есть, ни зброи, ничего особо и не было. И уже разом с этим бусом поехали на сам пункт пропуска. Тогда удалось вернуть четверых павших воинов, выкопав их из братской могилы прямо у позиции врага. Человек 50-60, то есть, вышла в ряд, за езжами, то есть, стояла и просто дивились, наблюдали на цю всю картину, что воно... Ну, коли вже начали копать, ну, начали задавать, як обычно, право, то есть, чисто провокативні вопросы. Они понимают, що у нас ситуація не зовсім вигадна. Военный рассказывает, хотя с тех пор и прошло несколько лет, но он до сих пор помнит неопределенность и остроту момента. Его война за погибших побратимов продолжается. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Российский след американского президента в немецких банках. Конгрессмены просят Deutsche Bank предоставить информацию о финансовых операциях своего президента. Зачем и почему, расскажет Татьяна Лагунова. Дональд Трамп – один из самых известных клиентов немецкого Deutsche Bank. А теперь, похоже, еще и вкладчик, который может принести финансистам немало головной боли. Представители демократической партии требуют от банка предоставить информацию о финансовых сделках с президентом США. Официальный запрос в Германию направили члены демократической партии в палате представителей Конгресса США на имя гендиректора банка Джона Крайана. С двумя вопросами – давала ли Россия или ее власти гарантии под кредиты, которые банк выдавал Дональду Трампу? И были ли у президента счета, связанные с Россией? Дескать, американцам про финансовые сделки хозяина Белого дома известно мало, а информация более чем важная. Она может помочь понять, насколько тесно Трамп связан с Россией. И влияет ли Москва на его политические решения. В Дойче банке письмо конгрессменов получили, но комментировать запрос не стали, ссылаясь на конфиденциальность информации. Впрочем, по данным немецких СМИ, финансисты еще до запроса проводили внутреннюю проверку. И якобы никаких подозрительных операций не обнаружили. Не попросить, а потребовать от немецкого банка информацию американские конгрессмены могут в судебном порядке. Для этого, впрочем, нужно согласие комитета Конгресса по финансовым услугам. А большинство в этом органе у республиканцев, которые вряд ли захотят интересоваться финансовыми делами своего президента. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Германия вынуждена покинуть свою военную базу в Инжерлиг в Турции. Конфликт вокруг нее возник еще в середине мая. И вот теперь немецкие войска будут передислоцированы. Что стало последней каплей для турецкого правительства? Давайте посмотрим. Договориться не удалось. Немецким военным все же придется покинуть турецкую базу Инжерлиг. Конфликт возник около месяца назад. И встреча глав в МИД Турции и Германии была последней попыткой урегулировать вопрос. Майя Анкарани разрешила делегации комитета Бундестага по обороне посетить Инжерлиг, где находится около 250 военных. Все из-за того, что Берлин приютил турецких солдат-беглецов. Германия не должна быть центром убежища для членов ФЕТО, организации Гюлена. Против этих людей нужно вести расследование. Если станут известны источники их финансирования, правда, откроются. Те, кто участвовал в перевороте и сбежал в Германию, должны вернуться в Турцию. Формально покидать Турцию немецких военных не обязывали. Но так как доступ к базе ограничили, альтернативы нет, заявил немецкий коллега Чавушеглу Зигмар Габриэль. И как это должно происходить, пока неизвестно. Но и уступать Анкаре Берлин тоже не хочет. Глоба немецкого МИД так и заявил. У нас слишком разные представления о конституционных процессах. Со следующей недели мы начнем процесс перед дислокацией. Будем искать, куда переправить войска. Это займет какое-то время. Но я не думаю, что турецкую проблему можно решить прямо сейчас. Нам нужно не ситуативное разрешение, а постоянный доступ членов Комитета обороны к объекту. Этого нам турецкое правительство гарантировать не может из-за внутренних политических причин. Габриэль также заявил. Возможно, контингент передислоцируют в Германию, с которой уже сотрудничают многие западные страны. База на Ближнем Востоке нужна Германии для борьбы с террористами исламского государства в Сирии в рамках международной коалиции. Людмила Панасюк. Подробности. Телеканал Интер. Вы смотрите подробности. Вот что у нас во второй части. Мельнбургский стрелок. Кто открыл огонь и взорвал бомбу в жилом доме. И есть ли жертвы? В Ближневосточный бойкот. Сразу семь арабских государств разорвали все отношения с Катаром. Нью-Йоркская Венеция. Насколько реально, что Большое Яблоко уйдет под воду? Пять человек погибли во время стрельбы в Орландо. Это подтвердил шериф округа Оридж, где произошла эта перестрелка. Полицейский сообщил о том, что бывший сотрудник одной из компаний вошел в офис и открыл огонь по своим коллегам, после чего покончил с собой. По предварительной информации, версию теракта полиция не рассматривает. Инцидент произошел в одной из промышленных зон пригорода. Сейчас там перекрыты несколько кварталов. Как только полицейские прибыли сюда, они обнаружили расстрелянных людей. Трех мужчин и одну женщину. Пятый мужчина был доставлен в региональный медицинский центр Орландо, где впоследствии умер. Семь оставшихся в живых это люди, которые были в этом бизнесе. Они сейчас беседуют с детективами из офиса шерифа округа Оридж. Подозреваемый, бывший 45-летний сотрудник. Он был уволен в апреле этого года. Один человек погиб, и трое были ранены в результате перестрелки в Мельмбурне. Мужчина около трех часов удерживал женщину в заложниках. После того, как провалились переговоры с полицией, он покинул свое убежище и открыл огонь. Злоумышленника ликвидировали, но он успел ранить трех стражей порядка. Сейчас их жизни ничего не угрожает. В безопасности также находятся и заложницы. Однако версия теракта пока не исключается. Терроризм это только одна из версий случившегося. Мы сотрудничаем со специалистами по борьбе с преступностью, с антитеррористическими подразделениями. Слишком рано говорить об этом. Есть и другие версии. Кризис на Ближнем Востоке. Сразу семь арабских государств разорвали все отношения с Катаром. Это небольшая страна на побережье Персидского залива, добывает нефть и является одним из богатейших государств мира. В то же время соседи постоянно обвиняют Катар в поддержке террористов. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Новость эта грянула, как гром среди ясного неба. Саудовская Аравия объявила о разрыве дипотношений с Катаром. Эр-Рияд объяснил, что решение принято в целях защиты национальной безопасности от угрозы терроризма и экстремизма. При этом саудиты призвали все братские народы последовать их примеру. Правительство Королевства Саудовской Аравии, исходя из выполнения его суверенного права, гарантированного международными законами, решило разорвать дипломатические и консульские отношения с Катаром и прекратить все воздушные и морские контакты с этой страной. Первым братским народом оказался Бахрейн. Его руководство заявило, что Катар дестабилизирует обстановку в регионе и способствует террористической деятельности. Вскоре к Бахрейну присоединились Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Страны прекращают всякое сообщение с дохой, включая морское и воздушное. Их власти требуют, чтобы в течение 48 часов катарские дипломаты покинули их территорию. Бахрейн закрыл свое воздушное пространство для самолетов катарских компаний, а национальные перевозчики Египта и Эмиратов отменяют полеты в Доху. Индексы на катарской фондовой бирже стремительно падают. Когда рынок Катара сегодня открылся, то произошло резкое падение. Мы увидели, что в начале сессии индекс упал почти на 800 пунктов. И это сильно повлияло на нас. Мы надеемся, что этот эффект будет временным. И я уверен, все это будет недолго. И рынки снова вернутся к прежним показателям. Дальше пошла уже цепная реакция. Отношения с дохой разорвали Йемен, Ливия и даже Мальдивские острова. Всем гражданам Катара предписано в течение двух недель покинуть территорию этих государств. И гражданам, находящимся в Катаре, как можно быстрее вернуться домой. Поддержал доху пока только Иран. Его представители обвинили в произошедшем в Соединенные Штаты. Дескать, это Вашингтон развязал кампанию против суверенного государства. В Вашингтоне от этого заявления отмахнулись и предложили помирить враждующие стороны. Мы, безусловно, будем поощрять стороны к примирению и решать эти разногласия. Если есть какая-то роль, которую мы можем сыграть в плане оказания им помощи для решения этих проблем, то для нас важно, чтобы Совет Сотрудничества стран Персидского залива оставался единым. Но единством тут и не пахнет. Поводом для всей этой истории стало заявление эмира Катара в поддержку примирения с Ираном. Оно вышло как раз тогда, когда Эр-Рият осудил Тегеран за его враждебную политику. Теперь Катар обвиняют в поддержке терроризма, спонсировании разного рода исламистов, в том числе ИГИЛ, а главное в союзе с Ираном, против которого страны Персидского залива настроены крайне враждебно. Катарские власти решили перейти, что называется, в контрнаступление. Они опубликовали данные, похищенные хакерами, о тайных контактах между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем. Обычно такие вещи в арабском мире воспринимают весьма негативно, но все дело в том, что контакты между Иерусалимом и арабскими монархиями Персидского залива уже давно не секрет. Эти государства нуждаются в израильских технологиях, готовы за них платить, но еще больше им нужен израильский опыт борьбы с терроризмом. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканал «Интер». В Киеве попрощались с блаженнейшим Любомиром Гузером, бывшего главу Греко-католической церкви, похоронили в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова. Все подробности об этом расскажет Павлина Василенко. Патриарший собор Воскресения Христова. Главный храм Украинской Греко-католической церкви и детища Любомира Гузера. Первый камень собора он осветил еще 15 лет назад. Сегодня с самого утра во дворе святыни тысячи людей. Я хожу в православную церковь, не греко-католицкую, но считаю, что Любомир – это очень большой, разумный человек, святый человек, который не прийти, не прийти – это грех. Я думаю, что он там на небесах будет молиться за нас, за нашу Украину. Более 600 священнослужителей из разных епархий называют Любомира Гузера отцом и говорят – лучшего наставника, чем он, не найти. С 2001 по 2011 он возглавлял Украинскую греко-католическую церковь. А после смерти папы римского Иоанна Павла II Гузера даже рассматривали как претендента на папский престол. Шесть лет назад глава греко-католиков ушел с поста из-за проблем со здоровьем. К тому времени он почти ослеп и страдал от диабета, но отдыхать не собирался. Мы только пришли к нему, приветствовали, и он сразу знал – «Ох, кажется, мои сестры из Канады признавали нас по-молосу». На литургии присутствует также личный посланник папы римского. Он зачитывает письмо, где Франциск называет Гузера горячим украинцем и учителем мудрости. Его лист, его слова – это не только, скажем, можно сказать, официальный лист, но и также выражение его действительно особенного чувства того, что происходит в украинской церкви. Любомира Гузера провожают аплодисментами. Его хоронят в крипте – специальной усыпальнице собора. Крипта приготовлена для епископа нашей церкви, и Блажнейший Любомир будет первым, кто будет похоронен в этой крипте. Он был в правде батьком. Слово «патриарх» означает «батьком». Кто-то общался с ним чаще, конечно, переживает эту трагедию как величезную втрату. Для тех, кто знал его лично, для греко-католиков, для верующих других конфессий, а также людей, далеких от религии, с уходом Гузера ушла целая эпоха. Но для многих он навсегда остается непререкаемым моральным авторитетом. Павлина Василенко, Сергей Ведмить. Подробности – телеканал «Интер». Новая звезда Фейсбука. Чем прославился канадец из Альберты? Какой курс взял самый большой лайнер Старого Света? И уйдет ли Нью-Йорк под воду? Об этом и не только в нашем обзоре. Масштабный потоп в Нью-Йорке смоделировали американские графические дизайнеры. Под водой оказались знаменитая Уолл-стрит, вокзалы и авеню мегаполиса. Все очень реалистично, картина устрашающая. Это сделали, чтобы понять последствия глобального потепления для Большого Яблока. И такая катастрофа реально, считают ученые. Они уверяют, город уйдет под воду через лет 20, если уровень мирового океана будет подниматься на 3,5 мм в год. Канадец Теунис Весел стал звездой Фейсбука. А все благодаря этому снимку. Мужчина спокойно подстригает лужайку, в то время, когда за его спиной бушует торнадо. Хладнокровного хозяина сфотографировала его жена. Подписала пост «Мой зверь косит траву с ветерком в волосах». Говорит, Теунис знал, что ураган близко, но от работы все равно не отказался. В эти дни мощный торнадо пронесся провинцией Альберта. В небе образовалась гигантская воронка. В свой первый рейс вышел самый большой круизный лайнер Европы. В спуске судна на воду принимал участие даже президент Франции Эммануэль Макрон. Судно «Мировилья» направится по курсу Лиссабон, Барселона, Марсель и Генуя. Строительство 19-ти палубного лайнера обошлось в миллиард долларов. Его длина 315 метров, а все каюты повышенного комфорта. Турецкие болельщики футбольного клуба «Бешикташ» с размахом отпраздновали чемпионство своей команды. Провели парад в Стамбуле, но не сухопутный, а морской. Стадион «Бешикташа» расположен на берегах Босфора, поэтому тысячи болельщиков сели на катера и небольшие судна. И вдоль пролива прошла целая флотилия. На воде свободного места не было. «Бешикташ» в 15-й раз стал чемпионом Турции. В Париже состоялись гонки дронов. Соревновались 36 операторов-беспилотников, сильнейших в мире. Организаторы оборудовали трассу для гонок прямо в тоннеле под Триумфальной аркой. На дистанции 600 метров установили полосу препятствий. Победителем стал юный немец Никлас Золе. Следующий этап запланирован на середину августа, а финальная гонка состоится в Берлине. ЧП в американском городке Агаста, штата Мэн. На городскую администрацию напали клопы. Насекомых столько, что власти вызвали дезинсекторов. Атака паразитов не случайная. Один из жителей специально запустил насекомых в здание. Хотел отомстить. Когда-то городские власти отобрали у него жилье. Как раз из-за клопов обвинили хозяина в антисанитарии. Это все новости на сегодня. Легкой вам недели и до встречи завтра.